На берегу озера Байкал есть небольшой поселок Листвянка. Здесь всегда очень много туристов, желающих увидеть живописные берега. Ну еще бы! Такая красота! Впрочем, у меня есть вполне конкретная цель. Вот там, на склоне сопки, располагается Байкальский центр ездового спорта, где можно открыть для себя удивительную картину единения человека и собаки. Листвянка находится в Восточной Сибири, на южном берегу Байкала. От Иркутска в поселок ведет Байкальский тракт. Туда можно добраться на рейсовом автобусе или такси. Дорога занимает около часа. В Байкальском центре ездового спорта главные спортсмены, конечно же, собаки. Инструкторы тренируют их ежедневно, развивая беговые качества. Впрочем, покататься на собачьей упряжке может любой желающий. Почувствовать себя каюром, то есть погонщиком собак, решил и я. Площадка Байкальского центра бегового спорта издалека напоминает древнее поселение какого-то горного народа. Но на самом деле маленькие домики – это будки, в которых живут камчатские хаски. Их всех объединяет одно – непреодолимое желание бегать. Впрочем, вы сейчас все это увидите. Хозяин стая Олег Тюрюмин – опытный путешественник и участник многочисленных чемпионатов по гонкам на собачьих упряжках. Этого человека не надо уговаривать на приключения, ведь он побывал в разных самых сложных экспедициях по льду Байкала и по крутым горным склонам. Для своих собак Олег – кормилец, ветеринар, ну и, конечно, инструктор по вождению. Олег, здравствуйте. Добрый день. Скажите мне, пожалуйста, что это такая за порода – камчатские хаски? Я знаю, их еще называют байкальскими. История такая, что все-таки эти собаки приехали из Камчатки, но ничего общего с камчатскими у них нет. Камчатские хаски отличаются своей все-таки мощью перед нашими собаками. Ну и медленным темпераментом. У нас так получилось, что мы их взяли уже изначально быстрыми. А эти собаки, насколько я понимаю, они очень выносливые. На какие расстояния они могут бегать? Честно говоря, я не ходил больше тысячи километров. Особенно, когда они входят в свой темп. Когда ритм, ритм дыхания, ритм движения, когда физиология включается, у тебя возникает такое ощущение, как будто они готовы бежать бесконечно. Гонка, она чем? Хороша. Каждый раз ты осознаешь, что ты часть этой команды, что ты молекула. Вот это важно. Это не средство передвижения и не способ передвижения. Их вообще можно гладить? Или они только хозяина своего признают? Мы даже приветствуем, чтобы наших собак гладили. Чтобы они были очень ласковыми. Среди всей этой большой и очень дружной собачьей семьи много голубоглазых спринтеров. Вот, например, Балу. Здравствуй, хороший. Здравствуй. Он родился 27 ноября 2003 года и сейчас является лидером собачьей упряжки. Здесь написано. Меня, кстати, предупредили, что Балу очень любит, когда за ним наблюдает и когда это замечает, тут же начинает принимать соответствующие позы, как настоящая фотомодель. Да, дружище? Вот. Царственная особа. Вообще цвет глаз у Хаски может быть очень разным. Желтым, серым, голубым, карим. Да? Это у нас фотомодель голубоглазая. Давай, дружище. Дружище. Путешествуя на собаках, нужно очень многое знать и уметь. Ну, в первую очередь, конечно, как запрягать и распрягать, как управлять собаками, как за ними ухаживать во время стоянок и многое-многое другое. Я собираюсь всему этому научиться и проверить все на себе. Надеюсь, Олег мне поможет. Олег, скажите мне, вот шлейки, я вижу, висят, они как-то подразделяются. По размеру? Конечно, размер идет. У нас такое разнообразие шлейки, потому что собаки разные по размерам. Сучонки меньше, ковели больше, есть средние. Ну, в общем. А есть какой-то принцип, вот когда собирается упряжка, да, о больших и не очень больших собаках можно? Нет, нет, мы ставим только по совместимости. То есть, если собаки между собой ладят, это важно, очень важно, чтобы они были одного темперамента, потому что упряжка всегда идет со скоростью слабой собаки. Для того, чтобы упряжку собрать, собак нужно сначала подтащить к растяжке и надеть шлейки. Вот сейчас здесь стоит тишина, но как только Олег пойдет за первой собакой, за вожаком, такое начнется. Целый хор запоет, слушайте. Балу, дружище. Ну вот. Оттащить его обязательно вот так за ошейник, да? Больше не за что. А кто следующий у нас будет? Сейчас думка, дизель. Думу я сейчас дам и на руках ее. Хорошо. Она маленькая. Вот так вот на руках собак несем. Ну, когда-то и они должны на нас поездить, правда? Да, в следующий раз, ребята, извините. Пойдем цеплять. Так, прицепили. За следующий идем. Как зовут? Емеля. Иди сюда, хороший. Его дальше. Дальше? Через одну. Раз, два, три, через одну. Емелька, пойдем. Так, давай, дружище. Летивый, конечно, так и сложно удержать. А когда упряжка отъезжает, собаки начинают выть так вот. Ау! Меня не взяли, возьмите меня. Вот они все кричат. Ёлька, тебя взяли. Он поэтому так спокойно лежит. Радуется, что сейчас побежит. А как вообще вы с щенками работаете? Ведь они не знают ничего с самого начала, сопротивляются, наверное, нет? Мы начинаем с шести месяцев. И самое главное нам их приучить к месту в упряжке. Мы их не учим. Как надо тянуть, бежать. У нас нет такого. Они запрограммированы уже с рождения. Генетика мощная, что-то. Да, то, что называется. Генотип. Они уже родились ими. Ой, хорошо. Чья погода задалась сегодня? Чувствую, ждет нас прогулка. А то и ночевка может быть. Как пойдет. Да, балуй. Сейчас мы их будем ставить в упряжку. Сейчас надо взять балу и поставить его первым. Первым балу, как вожака, да? Красавец балу – особая гордость хозяина. Но внешние данные абсолютно ни при чем. Эта собака – одна из самых скоростных и неутомимых. Кстати, на севере могут определить лидера среди еще слепых щенков. Их садят в глубокий таз, куда брошена шкура. Понищенки выбираются на край таза и один за другим сваливаются. Но некоторые могут уверенно ходить по краю. Вот из них-то и следует брать вожака. Такие собаки, став взрослыми, хорошо чувствуют пространство и даже в темноте не поведут нарты по снежному надуву, под которым пустота. Нужно будет быстро привязь, сдернуть со столба и тут же вскочить на осанки. Иначе просто упряжка без меня умчится. Дергивай. Хорошо. Опа! Ха-ха-ха-ха! По началу дорога собакам хорошо знакома. Здесь проходят их тренировки. Чувствуется, как животные набирают ход, а в лицо погонщику все сильнее дует встречный ветер. Хаски прижали уши и двигаются широкими, мощными прыжками. Они прекрасно знают команды «направо-налево-стоп» и послушно их выполняют. В этот момент нужно еще суметь удержать сани. Очень важно нартами еще правильно управлять кочки. Все время повороты налево-направо. При повороте налево, вот как сейчас, нужно корпусом влево обязательно центр тяжести сместить. Гонки на собаках устраивались еще в 19 веке. А ездовое собаководство появилось и вовсе несколько столетий назад. Даже раньше езды на оленях. На собачьих упряжках были покорены оба полюса земли. Хорошо. Хорошо, Балус. Семь собачьих сил, а как тянет? В современной жизни зимние путешествия чаще устраивают на снегоходах, автомобилях или вертолетах. Но поверьте, ощущение от управления живыми существами непередаваемо. Сразу хочется представить себя полярным исследователем прошлых столетий, покоряющим бескрайние просторы. Пошли, 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 пошли. Давай, давай. Хороший транспорт. Хорошо, молодцы. У псов в лапах невероятная сила. С первого раза трудно поверить, что эти не слишком большие собаки могут так бегать. Все это результат долгих тренировок, во время которых опытные каюры не раз меняли позиции лайк внутри упряжки. В итоге каждый пес занял в команде то место, которое лучше всего раскрывает его способности. У нас есть тут пара младых щенков. Они сегодня первый раз в упряжке стоят. Волнуются? Наверное, так же, как я. В подобных путешествиях многое зависит от контакта между человеком и собакой. Если его нет, невозможно рассчитывать друг на друга. При полном доверии ездовая лайка станет не только другом и партнером в спорте, но и существом, которое будет чувствовать тебя. Для народов севера собака – синоним выживания. Бывали случаи, когда во время недельной пурги четвероногие друзья согревали собой хозяина. В тундре или в лесу люди чувствовали себя уверенно, ведь собаки могли найти дорогу к дому даже после сильнейших снегопадов. Немножко притормозим. А, стоп, давайте влево. Давайте влево уйдем. Вот здесь сейчас встанем. Притормаживаем. Стоп. Все, приехали. Устраиваемся на ночлег. После увлекательной гонки на собачьих упряжках нас ожидает ночлег в тайге. На улице морозно, градусов 35-40, не меньше. Зато это отличный способ испытать себя. К счастью, со мной рядом люди опытные, которым доводилось переносить и не такое. Кость, рад видеть. Ну что, я думаю, здесь где-то заночуем. Да, полянка такая. Удобная, безветренная, хорошая. Нас в пути, это очень кстати, догнал Константин. Ближайший друг и соратник Олега. Человек, без помощи которого нам, наверное, было бы сложнее. Потому что у него такой огромный багаж знаний в этом направлении. У Кости за спиной большое количество экспедиций. Кость, с чего нам нужно начать для того, чтобы обустроиться? На ночь уже солнце садится, пора. Можно построить снежную хижину. И спать достаточно комфортно. Хотя придется постараться. Ну, для начала набрать водички. А где это сделать? Водичку будем искать в речке. Поищем на леди. Вода, как правило, под снегом. А потом соберем снег. Построим снежную хижину. Снег мягкий, пушистый. Мороз. Ну что, идем искать воду? Так. За водой, с посудой. Что, здесь прямо подо льдом? Смысл в том, что... Ну, вот она уже, на реке где-то. Лед образуется. Естественно, реки уменьшается. Потом вода все равно где-то у реки есть. Она выдавливается из-под ряда, появляется на ряде. Вроде бы летом можно раздолбить ножом. Достаточно сделать небольшую лунку и набирать нормальную воду. Такая вот нехитрая хитрость. Нет смысла долбить до воды. Достаточно пробить вверх, не слез. Я очерпаю только. А, сейчас, убирай, убирай. Убираю снег сейчас. Холодненький. Ну что, готово? Пошли к стройке. Для постройки хижины нужно не просто много, а очень много снега. Его предстоит собрать в одну большую кучу. Хорошо, что у Кости с собой лопата. Дело пошло быстрее. Может, я пока за дровами схожу? Лопата все равно одна. Давай за дровами. Пока. Темнеет уже просто костяк. Выполнять жилищную программу российских. Давно хотелось побывать зимой в Таежном лесу. Стоит абсолютная тишина. И сразу ощущаешь, что цивилизация осталась где-то очень далеко. Бояться в тайге в такое холодное время практически некого. Звери по своей воле не станут приближаться к человеку. Даже вполне безобидному. Хотел приметить следы чьи-нибудь в лесу, но пока не нашел. Вообще, в Прибайкальской тайге водится много всяких зверей. Зайцы, лисы, волки, даже медведи. Они сейчас спят, слава богу. Снег здесь глубокий, рыхлый. И птицы, например, тетерева и рябчики роют. Здесь даже не норы, а целые тоннели. Закапываются и ночуют в тепле. Есть у кого поучиться. Дровами, конечно, в лесу разжиться можно всегда. На самом деле здесь тоже есть свои правила. Например, лиственница имеет древесину более плотную. Она дольше горит, правда, хуже разгорается. Береза, например, наоборот, разгорается быстрее, но при этом и сгорает быстрее тоже. Лиственницы я пока не вижу. Вот, собираю, что есть. Набрать в лесу березовых дров – это тоже очень неплохо. У этого дерева одна береста чего стоит. Отличная растопка. К тому же береза дает много тепла. Коренные народы Сибири всегда имели с собой кусочек бересты. Мало ли где ночь застанет. Впрочем, в Прибайкалье часто встречается смешанный лес. И при необходимости можно использовать в качестве дров любое дерево. Так, вот она, лиственница. Сухая. Гореть будет хорошо. Как бы теперь ее сломать? Ох, пошла, 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 пошла! Вот с этого костер получится точно отменный. Сейчас веточки обломаю, чтобы нести удобнее. И вперед к лагерю. Вот так вот будет. Для костра необходимо набрать дров разной толщины. Крупных, чтобы горели подольше, и хворосту, мелких сухих веток. Они пригодятся для того, чтобы разжигать костер. Ну вот, целая куча набралась. Вот тут нам теперь уже вода пригодится, чтобы жесткость придать стенкам. Подождем, пока они чуть схватятся. Потом задача вырыть середину, обеспечить всю жизненную пространство. Достаточно просто. Вот уже схватываться здесь, да, начало? Это уже не снег, это фирм. То есть, когда частички снега друг от друга бьются, они нагреваются и слепаются тут же. Вот как лавина даже. Сошедшая лавина. Нас такой, да? Да, натырется рука друга, останавливается, и получается такой не снег, не лед, а промежуточное образование. Самая ответственная часть, да? Роем вход. Какой высоты? Аккуратнее. Значит, смысл в том, что заползается на четвереньках. Вот так. Да, стоять. Вот у нас получается вот такой высоты. То есть, мы должны вот так вот снять, когда будет вход. И сразу взять маленько вниз. Отгрести до основания, а потом аккуратно выбирать свод. И сразу вводить свод, для того, чтобы нас не сдавило сверху и не приварило сбоку. Понятно. А пол должен быть сам немножечко повыше, чем в коре. Да, он должен быть чуть выше, чем в коре, чтобы, во-первых, было теплее, а во-вторых, от выдоха углекислый газ стекал вниз. А как там греться внутри? Или снег сам по себе дает тепло уже? А посмотришь, построим хижину, поставим свечку буквально несколько минут. И температура практически нулевая. Снег работает как термос. А какая-то вентиляция будет еще у нас там? Сверху дырка. Сверху? Как в чуме? Да. Чтобы выходил углекислый газ от дыхания. А если снег мокрый, если не такой мороз, как сейчас, легче или, наоборот, тяжелее, наверное, таскать его? Легче. В этом случае построится из снежных блоков. Нарезаются блоки примерно такой ширины, выставляются по кругу. Из такого нас тоже, да, плотного? Потом снимается, как пропеллер, вот так вот, вниз, со скоса внутрь. Получается вот выступ, и потом вниз вот так срезается, как пропеллер. И начинаешь с этого выступа достраивать винтом вверх, вот так вот. Самое сложное – положить верхний замыкающий камень. Подобраться к нему еще надо как-то, да? Одного вставляем внутри, он держит плечами, леп-леп, он так вот придерживается, потом верхний замок ему хлоп на голову, и главное, потом его тут достать. Снежный дом можно построить и в одиночку, но с помощниками быстрее. Один пробивает ход, другой выгребает снег. Мы управились за два часа. Можно сделать дырочку для вентиляции, голову береги. Хорошо. Дырешь ножик, иду туда. Ну что, генеральная проверка. Последний мусор. Выметаем. А так вообще там уже можно спать. Даже захотелось уже. Но на этом ведь работа не закончена. Нам еще дальше лагерь будет строить. Костер? Костер. Вечер у костра настраивает на неспешный разговор. Можно обсудить уходящий день и расспросить бывалых путешественников о самых интересных походах. Сколько километров вообще за день можно пройти, если так вот не останавливаться особо? И надо ли вообще собакам передышки делать? Я знаю, что они, ну как сегодня мне показалось, бегают без остановки, все время просят. Только притормозишь, сразу опять хотят бежать. Ну вот мы вычислили комфортно 40. 40 километров в день. Это вообще комфортно. То есть собаки не уставшие, не напряженные. Самая большая нагрузка в упряжке, это идет на лидера. Потом уже нагрузка идет на рулевых собак, те, которые возле нарт. Олег, я знаю, что недавно, кстати, соревнования же проходили международные. И вы там ведь лидировали. Правильно? Форт у меня захромал, он немного не мало, он весит 50 килограмм. Мне пришлось его посадить в нарты. То есть у меня, получается, в упряжке было три собаки уже. И форт, который в нартах 50 килограмм, и я еще 80. Ну, понятно, что я не просто стоял. То есть я оставшиеся 25 километров, ну, просто бежал рядом с собаками. Ну и баук, конечно, баук. Он шел, шел и шел. В итоге все-таки один гонщик догнал нас. Я пропустил его, и черта лидера. Ему категорически не понравилось, что его обогнали. Когда дорога стала шире, скольжение лучше, баул обошел ту упряжку, у него появилась возможность развить скорость, он это сделал. Ну что же, пора на деле испытать нашу снежную хижину. Мы с Костей будем спать в ней, а Олег, опытный каюр, в нартах рядом со своим хаски. Собакам он заблаговременно постелил солому. Вообще же лежанкой на снегу может послужить спальный мешок, запасная одежда, ну, или обычные ветки. Ну а с открытыми дверями спать не принято. Даже здесь дверью послужит рюкзак. Спокойной ночи. Опа! Вот так хорошо. Поначалу кажется, что здесь немного тесновато, но так и должно быть. Небольшое помещение прогреется быстрее. На самом деле не знаю, насколько мой дом окажется в результате теплым. Пока ясно только одно. Здесь хотя бы нет ветра. Устал что-то за сегодня. Пора ложиться спать. Откровенно говоря, до последнего не верил, что мне удастся выспаться в таком необычном жилье. Но опасения оказались напрасными. Я прекрасно себя чувствую, а значит, пора умываться. Где тут? И собираться в обратный путь. А вы приезжайте на Байкал зимой. Байкал зимой. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...